Всем привет! До главного европейского музыкального конкурса остается все меньше времени. И пока представители стран готовятся к выступлению в Тель-Авиве, предлагаем вспомнить победителей прошлых лет и узнать, что с ними стало. Комбинирование танцевальной песни в духе шакеры и восточноевропейских народных мотивов принесла в 2004 году Украине победу в Евровидении и новую местную звезду Руслану. До сих пор она остается одной из самых продаваемых украинских артисток. На Западе Руслан узнают больше как благотворителя и общественного деятеля. Певица активно поддерживала оранжевую революцию в 2004 году и была одним из главных лиц Евромайдана. Руслана замужем за продюсером Александром Ксенофонтовым. Детей у пары нет. Гречанка Елена Папаризу, которая выросла в Греции, победила на Евровидении в Киеве с песней в модной в то время поп-аранжировке с восточными мотивами, уместными в арабских заведениях. Папаризу привезла в Грецию первую в истории победу на Евровидении и стала у себя на родине звездой номер один. Она записала несколько альбомов на греческом и английском языках. Также Елена попадает в список самых влиятельных людей Греции по версии Форбс и предпринимает попытки распространить свою популярность за пределы родины, но пока безуспешно. Песня Hard Rock Hallelujah принесла победу жутким монстрам Лорде в 2006 году. Группа победила из-за протестного голосования зрителей, которым надоела слащавая попса. На праздновании победы в Хельсинки аж 80 тысяч человек хором спели песню-победительницу в караоке-варианте, тем самым добившись упоминания группы в книге рекордов Гиннеса. Но слушать тяжеляк постоянно, как оказалось, никто не собирался. Лорде и сейчас продолжают свое существование в блокметаллическом сообществе, снялись в нескольких рекламах. Группа в среднем выпускает по альбому раз в два года, неизменно обновляя костюмы и иногда состав. Певица из Сербии Мария Шерифович со своей молитвой на долгое время стала звездой многих из ЛГБТ-сообщества, которые решили, что эта песня про них. Хотя по признанию самой Шерифович, песня была молитвой за Новую Сербию, ведь девушка впервые представила свою страну после распада Югославии. Выиграв на Евровидении явно по политическим мотивам, Мария так увлеклась своей активной позицией, что даже автор песни молитва отказалась с ней сотрудничать. Ее не устроил национализм певицы. Шерифович остается относительно популярной певицей в Сербии, продолжает работать в жанре блатной поп-музыки с упором на тексты и задушевную тематику. Обычно такая музыка популярна у аудитории 30+. Мария частенько приезжает на Евровидение, просто потусоваться и выступить на вечеринках в рамках конкурса. На международном смотре российский певец Дима Билан победил со второго раза с помощью фигуриста Евгения Плющенко, скрипача Эдвина Мартона и продюсера Яны Рудковской. Впрочем, слава к артисту пришла еще до конкурса и не угасала после. Дима регулярно выпускает новые альбомы, получает статуэтки музыкальных премий и побеждает в разных номинациях. За рубежом, например, как от группы тату от Билана с ума не сходили. Концерты по Европе в 2012 году постепенно сменились более плотными турами по России и Прибалтике. А вот дома Билан на расхват. Артист стал и послом Сочи 2014 и снялся в кино в главной роли и кресло наставника в голосе занял. А в 2017 году забрался на пятую строчку рейтинга Forbes «Главные российские знаменитости» с годовым доходом в 6 миллионов долларов. В марте 2019 года Дима Билан удостоился звания «Заслуженный артист Российской Федерации». Сейчас певец остается завидным холостяком, хотя о его личной жизни ходят разные слухи. Александр Рыбак, представляющий Норвегию, победил на Евровидении в Москве с песней «Сказка». Он смог продолжительное время поддерживать к себе интерес. Участвовал в украинской фабрике звезд, выступал на славянском базаре в Витебске, на Нобелевском концерте в Осло, представил ремейк победной песни «Сказка», немало гастролировал по России, проводил мастер-классы в США и появился в шоу «Один в один». Также Александр успел прикоснуться к кинематографу, записал саундтрек к фильму «Черная молния» и озвучивал мультфильм «Как приручить дракона». В 2018 году Рыбак вновь участвовал в Евровидении от Норвегии и занял там 15 место. Певица Лена Майер-Ландрут, которой на момент выступления было 19 лет, влюбила в себя публику песней «Спутник» настолько, что Германия снова отправила девушку покорять Евросмотр в 2011 году. К сожалению, во второй раз Лена смогла занять лишь 10 место. Из-за такого низкого места последовало и снижение рейтингов артистки. В 2010 году ее альбом разлетелся тиражом в более чем 500 тысяч копий, а вот продажи последующих пластинок снизились в 2,5 раз соответственно. Кроме новых композиций, которые стали более электронными и танцевальными, оставаться на слуху ей помогают съемки в шоу голос и рекламные контракты в родной стране. Дуэт «Эл энд Ники» из Азербайджана, который был создан специально для конкурса Евровидения, распался почти сразу после победы. Нигер Джамал и Эльдар Касымов успели пару раз спеть совместный хит, сняться в рекламе мобильного оператора и выпустить альбом, проданный тиражом в 30 тысяч копий. Пик популярности остался позади. Гонорары Эльдара после победы на Евровидении взлетели с 50 тысяч до полутора миллионов, однако вскоре стали более земными. Оба артиста сидели в жюри нескольких песенных конкурсов. Касымов открыл свою вокальную школу и снялся в фильме Юлия Гусмана «Не бойся я с тобой». А Джамал спела дуэтом с Димой Биланом в 2013 году. А певицы помнят и пишут, но преимущественно азербайджанские СМИ. За всю историю Евроконкурса динамичная композиция «Эйфория», которую исполнила Ларин, была признана самой популярной и прослушиваемой. Ее до сих пор можно услышать по радио. Первый альбом певицы Ларин, выпущенный после победы в конкурсе, оказался очень успешным. Гонорары артистки держались на высоком уровне 4 года. За выступление шведская дива просила 600-700 тысяч крон. В 2016 году Ларин решила вновь вернуться на конкурс, но не прошла национальный отбор. В 2017 году женщина кардинально меняла имидж, побрившись наголо. К сожалению, юной певице Эмили Де Форест из Дании сколотить состояние и сделать имя на победном выступлении не удалось. Далеко не все зрители Евровидения могут вспомнить ее сингл, с которым она победила на конкурсе в 2013 году. Ее имя больше ассоциируется с неприятной ситуацией. Блондинка придумала красивую сказку, заявив, что состоит в далеком родстве с английской королевой Викторией, что, как выяснилось, оказалось неправдой и ей пришлось оправдываться. Через год после победы Де Форест выпустила альбом и еще долго презентовала лишь отдельные синглы. Реакция общественности на победу бородатой женщины оказалась очень неоднозначной. Пока одни издания и страны рассуждали о загнивании Запада и легитимизации порока, другие видели в триумфе Кончиты победу толерантности. А вот мировые мэтры моды рассмотрели в лице Томаса Нойверта Музу. Кристиан Лабутен сделал несколько пар обуви специально для Вурст. Жан-Поль Готье, позвав Кончиту на свой показ, нарядил ее для дефиле в свадебное платье. А Карл Лагерфельд сделал фотосессию. Пару лет Кончита была желанной гостей на концертах и мероприятиях в защиту людей с нетрадиционной сексуальной ориентацией. Стоимость выступления составляла около 150 тысяч долларов. Правда сейчас мадам с бородой уже изжила себя. Томас расстался с амплуа бородатой женщины. В 2018 году стало известно, что у Томаса положительный ВИЧ-статус. Об этом артист написал в Инстаграм. По словам музыканта, он уже давно живет со своим диагнозом. Нойверт сказал, что не очень хотел публично раскрывать статус, однако бывший партнер угрожал, что обнародует его. Певец Монс Зельмерлев после победы на Евровидении в 2015 году не расстался с конкурсом. В 2016 году он стал ведущим Евровидения, где пародируя номер белорусского артиста Ивана во время генеральной репетиции второго полуфинала, вышел на сцену обнаженным. А в 2017 был комментатором конкурса на одном из шведских телеканалов. Зельмерлев гастролирует по родной стране. Приезжал также и в Юрмалу на фестиваль Лаймы Вайкули. Монс женат на актрисе Сиара Янсон. В мае 2018 года у пары родился сын. Украинская певица Джамала победила на Евровидении в 2016 году с песней «1944», в которой многие увидели политический подтекст, направленный против России. Однако сами организаторы этого не заметили и не стали снимать песню с конкурса, как требовали этого правила. По словам Джамалы, после Евровидения из-за обилия съемок, интервью и работы певица не успевала даже выделить время для занятия спортом. Певица презентовала альбом «1944» и несколько клипов, а также стала тренером проекта «Голос страны». После победы в конкурсе в родной стране певицу носили на руках и дали награду «Женщина года». В 2017 году Джамала вышла замуж и родила первенца, и сейчас, как говорит сама певица, семья у нее на первом месте. 28-летний артист Сальвадор Сабрал стал героем Португалии, так как принес своей стране первую за историю Евровидения победу. За границей Сальвадора знают не столько как певца, сколько как артиста с непростой жизненной ситуацией. Певец страдал пороком сердца и выступал на конкурсе на особых условиях. Ему разрешили пропустить все репетиции, кроме генерального прогона. И даже это не помешало ему занять первое место с песней «Любить за двоих». После победы Сабрал отправился в гастрольный тур, однако концерты пришлось прекратить. В декабре 2017 года в Лиссабонском госпитале Сальвадора была проведена успешная операция по пересадке сердца. В настоящее время музыкант продолжает свою творческую деятельность. Талантливая девушка из Израиля Нета Барзилай с яркой нестандартной внешностью и явно таким же характером стала победительницей Евровидения, прошедшего в португальском Лиссабоне в 2018 году. Ее песня «Игрушка и выступление» в финале конкурса заставила улыбаться и пританцовывать и подарила зрителям море положительных эмоций. Пожалуй, именно ее чувство юмора, заразительное веселье и полное отсутствие комплексов и стали залогом успеха певицы на музыкальном конкурсе. После триумфа Нета продолжает свои выступления, недавно выпустила новый клип. О личной жизни певица не распространяется, известно только, что Нета не замужем. А кого из победителей вы запомнили лучше всех? Пишите в комментариях. Ставь лайк, жми на колокольчик, подписывайся на канал, впереди много интересного. Удачи!